здравствуйте друзья не знаю как вы я довольно легко переношу эту изоляцию у меня дома есть возможности тренироваться и общаться с друзьями вот чего реально не хватает это айкидо просто физиологическом уровне аж мышцы зудят как хочется прийти в зал но к сожалению пока такой возможности нет но есть время поговорить поговорить я хочу о том что же такое это айкидо чем мы тут собственно занимаемся расскажите что для вас айкидо это боевое искусство или гимнастика парная акробатика эзотерическая практика мнений может быть на удивление много вот для начала маленькая история один мужчинник из новичков рассказал папе что пошел заниматься айкидом папа очень серьезный состоятельный влиятельный господин сказал айкидо это же какая там философия тебе точно надо конец истории история возможно не очень увлекательная но на мой взгляд она прекрасно отражает тот стереотип через который большинство воспринимает айкидо какая-то там философия вот у меня есть один знакомый боксер примерно мой ровесник то есть он боксом занимается с детства уже лет 30 тренирует боксеров занимается все время я неплохо его знаю и для него бокс это не искусство бить морду это постоянный вызов и способ узнать себя через этот вызов это философия вообще я думаю что если заниматься каким-то делом 30 лет совершенно неважно каким за 30 лет вы сложите какое-то философское осмысление предмета но почему-то при этом с боксом всем все понятно никто не скажет бокс это же какая-то там философия такое счастье только на айкидо свалилась почему же мне не наплевать на все эти клише и стереотипы через которые воспринимают айкидо да очень просто айкидо это мое основное занятие я профессионально этим занимаюсь вот помните в женибе бальзаминова гениальный витсен говорил в мечтах я вижу себя брюнетом и с усами вот я себя в мечтах вижу преподающим в уединенном додзе на каком-нибудь альпийском склоне на цветущие опушки куда приходят какие-то верные ученики и что самое главное даже пускай этот склон будет не альпийский даже не очень цветущий даже пускай это будет не на склоне а где-нибудь в городском подвале и учеников там будет только два но хотелось бы чтобы мне было все равно сколько их чтобы удовольствие которое получают преподавание не зависит от количества человек то есть я имею до финансовую составляющую и поэтому мне не все равно сколько человек придет ко мне в зал к сожалению потому что для меня важно передавать то чем я могу поделиться а не считать выручку то чем мы занимаемся в нашем додзе это сложно это не может привлечь большую массу интересующихся я ненавижу дурацкую фразу будь проще и люди к тебе потянутся я не хочу быть проще мне нужно чтобы ко мне тянулись те кому нравятся проще пусть лучше ко мне приходят люди у которых я сам могу чему-то научиться и они таки приходят спасибо вам друзья на мой взгляд это немного неоднозначное отношение к айкидо складывается из-за того что нет некого единого стандартного айкидо который мы бы убили увидели в каждом доде куда бы ни зашли или хотя бы некого сферического айкидо вакууме на который бы все равнялись хотя казалось бы есть же записи основателя и можно было их взять за эталон смотреть всем выучивать наизусть пытаться повторить нет айкидо имеет очень большую гамму даже среди вполне уважаемых мастеров иногда можно увидеть очень разные вещи которые глядя со стороны сложно бывает порой сложить в одно целое я сейчас не хочу это оценивать не с точки зрения политкорректности не даже с точки зрения целесообразности я действительно не считаю что все должны делать так мне нравится но это глупо пусть будет разная кида я думаю что в этом мы сходимся с большинством из моих коллег хотя конечно иногда я вижу такие вещи от которых грустно потому что некоторые вещи как я считаю дискретирует айкидо уж как минимум как боевое искусство но я не собираюсь здесь никого учить как надо прежде всего потому что у меня нет справки с печатью о том что я знаю как надо и крайне подозрительно отношусь к людям которые знают как надо опять кавычки обращаясь к историческому опыту как только человек который знает как надо поднимается достаточно узоко ничем хорошим это не заканчивается также для меня очень важно что я в каких-то обсуждениях такого рода не собираюсь обсуждать личности и опять же не только по причинам какой-то политкорректности в этом контексте важна не личность а идея потому что личность может выбрать новую идею поменять свое убеждение я считаю это не слабостью демонстрации способности к развитию люди как в известной истории трогают слона с разных сторон и получают разные впечатления в итоге в главе каша такая каша кстати бывает не только у людей со стороны а и у молодых адептов айкидо вот чтобы в этой каше разобраться я хочу здесь немножко поговорить мы будем рады услышать ваше мнение пока в изоляции наши занятия виртуальные мы решили что часть вопросов которые мы здесь обсуждаем стоит записать и выложить на наш канал если у вас какие то есть вопросы по айкидо не стесняйтесь задавайте можете в комментариях можете прислать видео я с удовольствием отвечу если вы разделяете наши взгляды и вам импонирует наш подход к айкидо не отсиживайтесь стороне это важно для всех нас не забывайте поддержать наш канал и как всегда всем хорошим людям желаю не болеть